Всеобщая история. История средних веков. Тема номер 6. Византийская империя между Европой и Азией. Византия – государство Ромеев. Ядро восточно-христианского мира составляла Восточная Римская империя или Византия. Это название произошло от имени греческой колонии Византии, располагавшейся на том месте, где император Константин Великий в IV веке заложил в свою новую столицу Константинополь. Империя была расположена в восточной части Средиземноморья и в период наивысшего расцвета в VI веке владела землями, раскинувшимися в Европе, Азии и Африке. Это были Италия, Балканский полуостров, Малайзия, Сирия, Палестина, Египет, Северная Африка, Месопотамия, Армения, а также Средиземноморские острова. Большинство населения империи говорило на греческом языке, но сами себя византийцы именовали Ромеями, то есть римлянами. Действительно, Византия была прямой наследницей Рима. Традиции античной культуры сохранялись здесь значительно дольше, чем в Западной Европе. Константинополь гораздо гордо именовался Вторым Римом. Восточная Римская Византийская империя просуществовала почти на тысячу лет дольше Западной. Мягкий Средиземноморский климат благоприятствовал занятию земледелием. Византийцы выращивали пшеницу, ячмень, садово-огородной культуры, виноград, оливки. Разводили скот, кос, овец, лошадей. Богатыми были и недра Византийской империи. Здесь добывали строительный камень, мрамор, глину, железо, медь, олово, серебро, золото и другие полезные ископаемые. Богатства Византии были известны далеко за пределами страны, благодаря оживленной торговле. Империя была расположена на важнейших торговых путях. Самым знаменитым из них являлся Великий Шелковый путь, протянувшийся на 11 тысяч километров из Византии до загадочного Китая. Еще один путь, путь благовоний, вел через Аравию. Порты Красного моря и Персидского залива к сказочно богатым странам Азии. Византия оставалась страной городов. Их населяли искусные ремесленники, изделия которых ценились повсюду. Настоящим чудом была столица империи – Константинополь. Современники именовали его оком и центром земли, царственным градом и мастерской вселенной. Огромный город, насчитывавший сотни тысяч жителей, бесперебойно снабжался всеми необходимыми товарами. В гавань Золотого Рога заходили тысячи кораблей. По сухопутным путям к городу шли сотни караванов, нагруженных разнообразными товарами. Еще с античных времен город украшали великолепные храмы и дворцы. На площадях стояли статуи богов и героев. Жители Константинополя любили посещать парки, харчевни и ипподром, на котором устраивались состязания колесниц. Государство и церковь Византии. Важной особенностью Византии была сильная императорская власть, которую Ромеи считали священной, исходящей от Бога. Император назначал чиновников и военачальников, контролировал сбор налогов, осуществлял суд. Он распоряжался всей землей казной страны, мог возвысить или наказать любого своего поданного. От благоволения властителя зависела карьера вельмож. Для продвижения по службе Византии знатность рода не имела такого значения, как в странах Западной Европы. Императорский престол часто захватывался удачливым военачальником или вельможей. Только треть императоров получили его по наследству. Высшая власть Византии нередко оказывалась в руках людей незнатных, но удачливых и талантливых. Огромным авторитетом Византии пользовалась христианская церковь. Ее главой был константинопольский патриарх, от греческого слова «отец». Если римский папа претендовал не только на духовную власть над всеми христианами, но и на верховенство над королями, герцогами, князьями, то Византии патриархом мог быть избран только тот, кто был угоден императору. Патриарх и император делили власть над подданными. Один был духовным наставником, другой господствовал в мирских делах. Византии при императоре Юстиняне I. Вершины своей славы и могущества Византии достигло в правлении императора Юстиняна I в 527-565 годы. В начале его правления в 532 году рост налогов, произвол императорских чиновников вызвали мощное народное восстание, получившее название «Ника» от греческого слова «Побеждай». Таков был лозунг восставших. Мятежники быстро захватили почти всю столицу. Но император при помощи верных войск подавил восстание народа. Проведя реформы, Юстинян I укрепил внутреннее положение государства. Он ограничил произвол вельмож и крупных землевладельцев, которые захватывали земли свободных крестьян, принуждая их переходить под свое покровительство и становиться зависимыми людьми. Юстинян I запретил знать и захватывать крестьянские земли. По его приказу лучшие византийские юристы собрали и переработали многие римские законы. Вместе с постановлениями самого императора они были записаны в сборник, получивший позже название «Кодекс Юстиниана». Законы, содержавшиеся в Кодексе, защищали жизни и достоинства людей, регулировали имущественные отношения между ними. Юстинян I решил восстановить Римскую империю в прежних границах. Против варварских королевств на Западе была брошена сильная армия. Используя междоусобицы в рядах своих противников, византийцы сумели нанести им серьезные поражения. Юстинян I удалось присоединить к владениям империи Италию, Северную Африку, часть Пиренейского полуострова. Для укрепления границ империи была построена непрерывная линия крепостей. Казалось, что возродилась прежняя Римская империя, контролирующая почти все Средиземноморье. Однако огромная держава, созданная силой оружия, была непрочной. Византия в VII-XI веках. После смерти императора Юстиняна I Византия потеряла многие свои владения и приходилось держать атаки все новых и новых врагов. Грозным противником империи на востоке был Иран. Длительные кровопролитные войны двух держав истощали обе стороны, не давая решающего перевеса ни одной из них. А все же в VII веке византийцам удалось восстановить свои рубежи на востоке. Они отвоевали Сирию и Палестину, а похищенный иранцами Святой Крест, на котором по преданию был распят Иисус Христос, вновь подрузили в священном для всех христиан Иерусалиме. В VII веке у империи появился новый, еще более опасный враг – арабы. Под их ударами пал Иран, а Византия лишилась почти всех своих африканских и азиатских провинций, кроме Малой Азии. К XI веку Византия возродила свое могущество, хотя ее территория несколько сократилась по сравнению с VI веком. Империя владела Малой Азией, Балканами и Югом Италии. Это было самое крупное и мощное из христианских государств того времени. В более чем 400 городах империи жило около полутора миллионов человек. Культура Византии. Культура Византии возникла из слияния двух традиций – античной и христианской. Большое влияние на византийцев оказала также культура стран Востока. Разговорным языком-языком культуры Византийской империи был греческий. Культура Византии, так же как и на Западе Европы, формировалась под сильным влиянием христианской религии. Но империя Ромеев была и наследницей античной культуры Древней Греции и Рима. Набожные христиане-византийцы прониклись уважением к духовному подвигу отшельников и монахов, сочинением богословов и их проповедям. В Константинополе строились великолепные христианские храмы, создавались произведения христианских авторов. А живопись, архитектура, литература и музыка византийцев прославляли деяния Господа и святых подвижников христианской веры. Грамотных и образованных людей Византии уважали. Не только знать, но и простые горожане стремились дать своим детям образование. Главным источником знаний были рукописные книги, стоившие очень дорого. Только богатые люди могли себе позволить иметь дома библиотеку. Переписка книг была трудным и кропотливым делом. Им занимались в основном монахи. Книги играли важную роль в распространении утверждений христианства. Без богослужебных книг нельзя представить себе ни одну христианскую церковь. Евангелие, главная книга христиан, всегда лежала на алтаре, символизируя присутствие Иисуса Христа в храме. Ромеи любили читать жития святых и сочинения отцов в церкви, которые в своих работах разъясняли сложные богословские вопросы. Византийская архитектура и живопись. Столица Византийской империи поражала своими великолепными дворцами и храмами. Особенно много построек было возведено при императоре Истиняне I, не жалевшем средств для украшения Константинополя. Желая прославить деяния Бога и остаться в веках великим правителем, Истинян приказал возвести самый большой в то время храм христианского мира. Это был собор Святой Софии, при мудрости Божией, построенный под руководством архитекторов Анфимия и Исидора всего за пять лет. Внутреннее пространство величественного храма венчает огромный купол, диаметр которого превышает 30 метров. В основании купола находятся 40 оконных проемов. Свет, льющийся из них, создает впечатление невесомости купола, как бы парящего над собором, подобно небесному своду. Стены и даже пол храма были выложены мрамором, украшены золотом и серебром. Византийцы были непревзойденными мастерами мозаик, создавшихся на стенах и сводах храмов из небольших кусочков цветного непрозрачного стекла смальты. Другим видом в живописи были фрески, картины, выполненные по сырой штукатурке. Чаще всего фресками расписывали стены церквей. На них изображали эпизоды из священного писания, рассказывали о жизни мучениях Иисуса Христа, подвигах святых, прославляли деяния императоров, в храме помещались иконы. В византийской живописи существовал канон. Иконы, например, считались не просто изображениями Бога или святых, а окном в небесный мир, где все иначе, чем на земле. Именно поэтому фигуру Христа рисовали в несколько раз крупнее изображения его окружавших. Каждое живописное произведение внутри храма имело строго определенное место. В куполе помещалось изображение Христа в виде грозного суди. Ниже были изображены ученики Христа, апостолы, на стенах и столбах, святые и пророки. На западной стене храма – сцена страшного суда. Византийцы были лучшими строителями и художниками своего времени, поэтому их часто приглашали для сооружения и украшения церквей правителей других стран – Болгарии, Сербии, Руси и Италии. Подведем итоги. Многие века Византия оставалась могущественным христианским государством, находившимся на границе Европы и Азии. Для Византий была характерна сильная государственная власть и подчинение церкви императору. Культура Византии выбрала в себя богатые наследия античности, христианскую мудрость и достижения Древнего Востока.